Сегодня говорим про тестирование. Начнем, наверное, с философии. Но так как мы призывали вас писать тесты, то даже если вы никогда их не писали до этого, наверное, в рамках курса вы написали какое-то количество. Давайте вы мне скажете, зачем? Зачем вообще их писать? Вот многие из вас их не писали, некоторые из вас их не пишут до сих пор, судя по тому, что они присылают. Ну вот, может быть, как-то и без них можно. Зачем? Чтоб работало. Можно же проверить, ну, как бы там... Чтобы сократить время до выявления ошибки, потому что дешевле исправить раньше, чем потом. Разверсия, еще. Еще. Добавляй новые печки, не сломай старые. Не сломать старые. Ага, это тоже разумно. Еще. Модно. Модно. Ну, знаете, совсем уж модно. Было, наверное, лет 10 назад, а сейчас-то, ну, как бы это... Можно же отрабатывать деньги, правильно? Отрабатывать деньги. То есть тесты как способ заработать, да? Больше... Ну, ладно. Еще по тестам можно поменять, как работает. Что... Ну, иногда можно, а иногда наоборот. Еще можно мерить со всякими метриками, там, ковры и прочее. Да, действительно. Вот это тоже большой фетиш. Можно посмотреть, насколько хорошо, насколько полно тесты проверяют ваш код. И у меня там 99,9% кода покрыты тестами. Ну, у меня нет, но у кого-то может, да. Еще бы появился Volkswagen в прямборке. Volkswagen потом. Тем не менее, какие плюсы у тестирования? Ну, вы, в общем-то, назвали те два, которые я сформулировал. Ну, во-первых, тесты дают нам, ну, некоторые гарантии корректности, что что-то работает так, как мы ожидаем. С другой стороны, если мы знаем, что код до каких-то изменений работал, то после того, как мы все переделали, тесты дают нам способ проверить, что не все сломалось, если наши тесты хороши. С другой стороны, понятно, что тесты — это такой небольшой самообман, потому что даже если тесты работают, это вам не гарантирует полной корректности. Ну, и чем сложнее код, который вы написали, тем, в общем, меньше уверенность в тестах должна быть. Во-вторых, тесты писать долго. Ну, вот скажем так, на какую-то осмысленную функциональность нужно много тестов, реально. Иногда больше, чем кода. Да и какая там осмысленная функциональность? Тесты на домашние задания у нас занимают сильно больше, чем ваши и наши решения в сумме. Их реально больше. Соответственно, на это нужно тратить время. Профит довольно эфемерен иногда. Тем не менее, понятно, что тесты писать надо, потому что никаких более лучших гарантий про код мы дать не можем. Ну, можем, конечно, формально доказать его корректность, но так делают уж совсем редко. Ну, и понятно, что верифицировать какой-нибудь сайтик не стоит. Еще небольшая оговорка. Сегодня мы говорим про модульное тестирование, также известное как юнит-тестирование, то есть это тесты, которые какую-то одну функциональность в программе тестируют. Там одну функцию, один класс. Иногда мы будем говорить еще и про интеграционное тестирование. Это когда у вас класс не изолировал, но он как-то взаимодействует с другими классами. Но все равно мы будем тестировать довольно сфокусированно. Значит, у нас будет рабочий пример. Это знакомая вам функция RLE, которая делает run length encoding. Ну, реализация, наверное, говорит за нее. Просто берем и группируем подряд идущие элементы. Возвращаем пару, где первый элемент, собственно, то, что мы сгруппировали, а второй, сколько этого чего-то было. Например, на строке Mississippi, которая известна большим количеством повторяющихся букв в ней. Ну, вот тут у нас все как есть. Одна M, одна A и две S. Ну, там еще всего по две. Так, понятен ли пример? Он сейчас будет на каждом слайде. Такой у нас пример. Мы будем его тестировать. Кажется, не очень хитрая функция, но, в общем, тестов совсем хитрых на нее не будет. Тем не менее. Значит, как тестировать? Первый вариант. Давайте, во-первых, вынесем тест функцию. Дело хорошее. И просто будем печатать. Вот взяли, напечатали. Потом глазами посмотрели. Ну, если правильно, то все окей. В общем-то, многим из вас, я уверен, такая техника тестирования знакома. Я не буду спрашивать, хорошо это или плохо. Вот что я думаю про такую технику. Вообще никогда так не делайте. То есть это никогда не полезно. Это вред. Потому что глаза людей подводят, люди людей подводят. Нельзя доверять людям. Нужно, чтобы компьютер проверял то, что вы хотите. Собственно, немного обобщить эту идею с принтами позволяет модуль док-тест. Кто слышал про док-тесты? Ага. Ну, как вы думаете, что это такое? Док-тест. Явно тут какие-то две части, да? Тесты в документациях, да. В общем, док-тест, на самом деле, идея довольно простая и, на мой взгляд, прикольная. Хотя, конечно, у нее есть минусы, и мы их обсудим. Вот как выглядит док-тест. Пишут их обычно прямо в документации, функции, классы, методы, ну и так далее. Это просто запись сеанса интерпретатора. Вот, например, для нашей функции RLE мы бы хотели верить, что RLE от пустой строки, но это ничего, потому что нечего кодировать. А вот наша строка meccp. Ну, вот тут что-то тоже напечатано. Соответственно, чтобы запустить все это дело, мы добавляем в конец модуля вызов функции testMod из модуля док-тест. Все это у нас ограждено ifName равно main, чтобы когда мы модуль импортируем, тесты не прогонялись. Ну, вроде, естественное желание. Есть ли вопрос, потому что написано? Да. Еще разок. Это такой интерпретатор. Ну, если вы пользуетесь… Да, да, да. В смысле, зачем? Сейчас мы поговорим. В смысле, вот это вот все, вот это тело будет реально исполнено, и в этом и заключается тест. То есть мы запускаем вот эту штуку, сравнивая вывод. Если совпало, все ок. Переходим к следующей штуке, запускаем. При этом тест прогоняется сверху вниз. То есть вот реально, как будто, представьте, вы навинали кого-то, чтобы он забивал примеры кода и проверял, что все ок. Ну вот. Ну, мы там, например, не пишем там три приборные скобочки. А, ну, нет, смотрите, если человек, который будет прогонять тесты за вас, он не будет их писать скобочки, будет писать интерпретатор, он будет писать то, что после. Ну, вот он пишет выражение. Ну, вот… Ну, вот, да. То есть вот эта штука, она должна визуально напоминать сеанс интерпретатора. В этом вся идея. А если интерпретатор написать, он… Нет, это нельзя писать, это он сам пишет. Да, ну, просто… Да, ну, просто… Короче… Странно, почему такой синтексис? Я сейчас объясню. Смотрите, почему такой синтексис? Открываете интерпретатор, запускаете, импортируете туда свою функцию. Запускаете ее. Раз, запустили, два, запустили. Скопировали все, что он выплюнул, вот сюда, вот доктест. Вот так вот. Ну, вот. Собственно, как это работает? Запускаем теперь наш модуль. Мы видим, что один из двух тестов, вот у нас один из двух тестов, он упал. Упал он с каким-то странным сообщением об ошибке. Мы видим expected. Вот тут у нас раз-раз-раз, перенос раз-раз-раз. И вроде начинается так же. Три точки поставил я, потому что, ну, в слайд не убирается. Но поверьте, что там просто в одну строчку написано вот это RLE для Mississippi. Как вы думаете, в чем проблема? Чего он упал? Что? Перенос строки, да. Почему перенос строки? Потому что доктест сравнивает строковый вывод. У него нет других вариантов. Он работает только со строчками. И он хочет, чтобы результат функции, приведенной к строке, выглядел точно так же, как то, что вы написали. У нас, это очевидно, есть лишний перенос строки, поэтому равенство строк не достигается. Да, еще что я хотел-то сказать, что, в принципе, можно запускать доктест для любого модуля. Вот есть у вас модуль, в котором в документации есть тесты. Можно написать Python M доктест, путь к модулю, ну, или путь к нескольким модулям. И доктест найдет все тесты там и запустит их. Такой вот лайфхак. Так вот, как бороться? То есть понятно, что мы не хотим, чтобы у нас из-за какого-то доктеста PEP8 страдал. То есть PEP8 требует, чтобы у нас документация была коротенькая, чтобы люди могли удобно ее читать. Не коротенькая, в смысле, а длина строк была там небольшая. Поэтому жирную строку Mississippi мы туда поместить не можем. Чтобы все работало, в доктест есть директивы. Ну, директивы, наверное, вас не удивят. Они пишутся где-то в теле, а в комментарии пишут доктест двоеточие, ну и что-то. Что там может быть? Нас интересует, например, normalize white space. Добавляем normalize white space. То есть вот это просто фрагмент доктеста, я его сюда явно перенес. Теперь все пробельные символы перед сравнением будут нормализованы. Ну, то есть, грубо говоря, ищем все пробельные символы, заменяем на один пробел. В строчке, которую мы ожидаем, и в строчке, которую мы получили. После этого сравнение сработает. Еще один пример директивы называется ellipsis, троеточие. Когда вы ее включаете, вы можете в любое место вывода ожидаемого засунуть троеточие. Тогда троеточие совпадет с любой строкой. То есть, чтобы наш код не вывел, вот эта штука совпадет с ней. Там никаких проверок не будет. Директив побольше, чем две, но, в общем, я привел две просто, чтобы показать, что они делают. То есть вы все еще можете писать человекочитаемые доктесты, но при этом они и работают, в отличие от доктеста, который мы написали с самой первой. На самом деле, на этом про доктест все. Рассказывать про него особо нечего, он просто работает. Пишите, тесты запускаются, все хорошо. Это сильно лучше, чем писать в print, потому что доктест проверит, что строчки совпадают. Плюс у вас есть некоторая гибкость в том, как строчки сравниваются. Значит, плюсы и минусы. Про каждый метод тестирования мы сегодня будем пытаться их выделять. Но плюс очевиден, доктест есть. Вот вы ставите питон, у вас доктест уже есть. Можно тесты писать, все будет работать. Второй плюс, что написать тест очень просто. Открыли интерпретатор, что-то там поделали, скопировали, вот тест. То есть никаких дополнительных усилий не надо по сравнению с тем, к чему вы, скорее всего, привыкли. Надо там в интерпретаторе что-то же поделать. Еще один плюс, что доктесты выглядят как обычные сеансы интерпретатора, и поэтому не нужно делать никаких усилий, чтобы их понять. То, что там написано, это обычный питон. Последний плюс, наверное, совсем очевиден. Заключается он в том, что если вы пишете документацию, и в документации рассказываете пользователю, как вызывать ваши функции, методы и все такое, все примеры актуальны, потому что вы можете просто взять, проверить с помощью доктеста и гарантировать, что вы пользователю не напишете там, точнее, не забудете в примере там какой-нибудь дополнительный аргумент. Всегда все будет на месте, потому что это легко проверить с помощью доктеста. В языках без доктеста таким, в общем, похвастаться сложно. То есть нужно прям читать или как-то примеры инклюзить из других файлов и запускать их отдельно. Ну, в общем, в питоне такой проблемы нет. Более того, генератор документации, который мы, скорее всего, не обсудим в рамках курса, он может прям, когда генерировать документацию из исходников, сразу прогнать тесты и проверить, что вы не совреченник. Так, минусы. Минусы следующие. Все, что не имеет строкового представления, сравнивать нельзя. Ну, вот нет у вас там репра у вашего объекта, ну, все, вы не можете его сравнивать. Ну, или если репр не целиком описывает состояние вашего объекта, тоже. Ну, вот должен, но как бы иногда репр не ваш. Вы взяли откуда-то, пользуетесь библиотекой. Ну, то есть всякого рода проблемы бывают. Во-вторых, некоторые люди перебарщивают с доктестами и засовывают документацию в здоровые куски теста. Понятно, что документация от этого не выигрывает, потому что пользователю нужно пролистывать долго, чтобы ваш код успешно прочитать. Во-вторых, доктест не позволяет нам прогнать час сценариев. Ну, вот, например, если вот эта штука бы упала, то до второго теста мы бы не добрались и никогда не узнали, а работает ли там что-то вообще или нет. Это минус. Ну, и плюс минус, что доктест прогоняет только все. Вот он находит все ваши тесты и все их прогоняет. Ну, по крайней мере, доктест, который мы вот здесь запускали, все, что нашел, все выполнено. Если вы хотите прогнать тест для одной функции, ну, вот, насколько я знаю, модуль доктеста вам такого не дает. Вот такие минусы. Понятно ли про доктест? Зачем и как? То есть это довольно несложная концепция. На мой взгляд, все-таки прикольная. Собственно, прекрасность идеи подтверждает то, что в Rust, насколько я знаю, тоже доктесты есть. Ну, и я рад за Rust. Так, второй способ. Assert. Опять же, многим из вас он знаком, потому что мы рекомендовали вам не использовать принт, а использовать Assert. А может, вы просто любите Assert и поэтому сразу пользовались. Тем не менее, как тестировать с помощью Assert? Ну, понятно как. Assert у нас принимает какое-то утверждение, ну, и опциональный аргумент, который используется для описания ошибки, если Assert сработал, то есть если утверждение оказалось ложным. Соответственно, можем взять наш тест RLE, переписать с помощью Assert. Ну, вот я его немного переформулировал. У нас все еще есть строка Mississippi. Вот у нас тут есть некоторый промежуточный сет, который берет все символы из RLE. То есть мы забиваем на каунт, просто берем все символы. Ну, и мы хотели бы верить, что все символы, которые нам RLE вернуло, ну, они, собственно, совпадают с множеством символов всей строки. Понятно, что происходит? Давайте еще разок медленнее. У нас с строками Mississippi, TMP — это список всех символов, которые RLE вернул. То есть первая компонента из каждой пары. Дальше мы проверяем, что список символов совпадает со списком, ну, вот, символов из такой строки. Тут у нас все, кроме… Вообще вот, интересно, 1 должно быть минус 1, неважно. Ну, в общем, сравниваем со списком символов из немного преобразованной строки S. Вот такой тест. Какие мысли у вас? Ну, тут есть еще второй, второй кейс, который просто проверяет, что RLE от пустой строки это пустое… ну, ничего. Какие мысли? Хочется строку вот сюда в аргумент, да? Ну, в смысле в аргумент. Угу. Ну, хорошо. Еще? Хочется переписать. Хочется переписать. А как хочется переписать? Ну, например, да, это мы уже делали. Вот не знаю, почему мы от этого отказались, а еще… Учитывая то, что мы все не поняли с первого раза, мы могли написать тест, который тестирует… Тест на тест. Тут я боюсь, что мы можем тогда, в общем, рекурсивно вверх пойти. Тест на тест, на тест, ну и так далее. Ну, окей. Значит, на самом деле, тут я хотел сформулировать некоторые признаки хорошего теста. Ну, то есть, очевидно, что это плохой тест. Что значит хороший тест? Хороший тест – корректный. Что я имею в виду? Это значит, что этот тест иногда падает. То есть, он проверяет… Ну, то есть, он что-то проверяет вообще. Можно сделать тест, который ничего не делает, он всегда проходит, он бесполезен. Или можно сделать тест, который проверяет что-то странное, вообще некорректное. Это тоже бесполезный тест. То есть, тест должен быть корректным, то есть, он должен проверять то, что корректно. И он должен что-то проверять. Если он ничего не проверяет, он нам не нужен. Второе – тест должен быть понятен. Точно так же, как код должен быть понятен, тест должен быть хорошо читаем. Потому что, если вы не понимаете, что делает тест, вам сложно с ним работать. То, в конце концов, такой же код. Вам сложно его модифицировать. Ну, и вообще, вы можете… Вот взяли чужой тест, он упал, смотрите в него, а там вот такое. Черт возьми, что тут вообще произошло? Поэтому понятный тест — хороший тест. Ну и последнее. Тест должен быть конкретный. В том смысле, что он должен проверять ровно один… делать ровно одну проверку. Например, мы могли бы сделать тест, который проверяет, что длина RLE соответствует количеству различных букв. Ну что-нибудь такое. И это отдельный тест. В другом тесте мы могли бы, собственно, что-то похожее написать. А зачем это надо? Скажите, зачем конкретность для теста? Зачем делать тесты очень маленькие? Ну почему? Если что-то не работает, то оно упадет. Можем в одним тестом все покрыть. Да, типа того. То есть на самом деле проблема у этой функции, что если упала вот эта проверка, то непонятно, статус следующих проверок, он неизвестен. То есть либо оно работает, либо оно не работает, не ясно. Соответственно, чем больше тест, тем больше таких точек неопределенности потенциальных. Поэтому тест должен быть коротким. Некоторые убежденные товарищи рекомендуют, чтобы в тесте был один assert. Мне это кажется небольшим экстремизмом, но тем не менее большие тесты писать все равно не стоит. Потому что с ними просто сложно работать. Так, ну вот, давайте улучшим тест. Собственно, вернемся к тесту, который у нас уже был с помощью принта. Просто засунем туда assert. Вот у нас assert. RLE равняется наш списочек перенесенный. Вроде бы все хорошо. Чтобы вызвать такой тест, нам нужно просто явно дернуть соответствующую функцию. Да, обратите внимание, что проверку для пустого случая мы вынесли в отдельный тест, потому что мы хотим знать, работает она или нет, независимо от теста, который проверяет RLE на строке Mississippi. Собственно, проверили RLE empty, прогнали основной тест, тест RLE, видим ошибка. Что не так? Забыли лист. Нет, мы действительно забыли лист. Проблема в том, что слева отравно генератор, справа отравно список. Но, как бы, если вы запускаете тесты автоматически, совершенно невозможно сказать, что произошло. А session error — ничего. Что-то не так. Это грустно. Поэтому действительно хотелось бы сообщения об ошибке. То есть, если наш assert не сработал, хочется что-то написать, что поможет нам понять, что же пошло не так. Ну, давайте просто возьмем и сделаем это. Сконструируем сообщение об ошибке. Ну, вот таким образом. Что-то не равно чему-то. Будем сравнивать фактическое значение, результат возвращения, результат работы RLE и ожидаемое значение. Но если не равны, то пишем actual не равно expected. Теперь, когда мы запустим наш тест RLE, увидим, что он все еще падает, потому что ошибку мы там сохранили. Но теперь у нас написано, что generate object не равен нашему списку. Довольно ожидаемо, ну и полезно. Мы видим, что не так. Окей. Давайте теперь модифицируем таким же образом тест RLE empty, который проверяет пустой случай. У нас все еще есть фактическое значение, ожидаемое. Вот наше сообщение об ошибке. Actual не равно expected. Дальше assert. Все так же. Понятно, что копипастить это в каждый тест можно, но, в общем, это не тот путь, который мы хотим избрать. То есть в данном случае мы просто скопировали вот это начало, заменили actual expect и все остальное сохранили. Давайте вынесем эту логику в функцию. Собственно, assert equal принимает два аргумента. Если они не равны, возвращает x не равно y. Вот такая функция. Наверняка вы что-то подобное уже видели в других языках. Собственно, вопрос вам. Что делать, если мы хотим проверять, ну вот что-то еще там? Например, меньше или равно, или in, или из. Что делать? А сообщение об ошибке-то как? То есть ради чего все страдания? Чтобы сообщения об ошибке были какие-то адекватные. Так-то нам на предикаты все равно. Мы предикат в assert можем передать. Мы хотим понять, что не так. Так что еще? Ну, если мы передаем int, то мы можем передавать not int. Можем какие-то строчечки, да, параметризовать. Assert equal с операцией, собственно, сравнения. И вот здесь вот еще что-то засовывать. Но, в общем, мораль в том, что так или иначе нам придется обернуть все, что мы хотим тестировать. Assert greater, assert less, ну и так далее. Понятно, что самим это делать как-то грустно. Наверняка кто-то это уже сделал. Давайте разберемся с assert и двинемся дальше. Значит, первый вывод очевиден. С помощью assert можно тестировать. Более того, вы знаете, потому что вы пишете тесты в домашних заданиях. Чем assert лучше, чем? Лучше док-тестов. Ну, в общем-то, по сравнению с док-тестами, это код на питоне все-таки. То есть это не кайта строчка, это настоящий код со всеми вытекающими. Бонус тестов, использующих assert в том, что, ну, в общем, assert это оператор, поэтому все остальное, опять же, обычный код на питоне. Минусы мы все перечислили. Их нужно запускать вручную. Сообщение об ошибке нужно тоже вручную конструировать. Соответственно, на каждый оператор или на каждую операцию нужно релевантное сообщение об ошибке. Ну и… Да и, наверное, все. То есть, в принципе, с assert можно жить, как вы знаете, но как-то что-то не так вообще. Собственно, кто будет решать проблему assert? Решать проблему assert будет модуль unit test. Кто пользовался unit test? Два человека. Три. Отлично. Четыре даже. Ну, unit test, как следует из названия, это отпрыск библиотеки junit, которая была реализована для Java и распространилась во все остальные языки. Можете взять случайный язык, там будет что-нибудь unit. Но с интерфейсом, похожим на junit. Как будет выглядеть наши два теста с использованием unit test? Ну, во-первых, тесты в unit test — это классы. Ну, потому что в Java у вас нет ничего, кроме классов и только классов. Ну, вот у нас теперь, так как мы произошли от Java, у нас тоже есть класс, test case. Соответственно, вот это мы все назвали test homework, в конце концов, функция из домашнего задания. Ну, и каждый тест — это метод. У нас test.rele принимает self, ну, и дальше вызывает еще один метод — assert equal. Собственно, assert equal работает, ну, примерно так же, как то, что написали мы, только он уже есть. Аналогично для test.rele empty, assert equal, передаем два аргумента x, y, ну, он там что-то сравнит. Давайте посмотрим, как это падает, потому что это то, что нас интересует про тесты. Падает вот как. Тут почему-то две строчки, должна быть одна. Для каждого теста мы пишем его статус. Если все окей, мы пишем точку, ну, как, знаете, окей. Если что-то не так, например, фейло, то есть у нас сработало assert, мы пишем f, если произошло какое-то неожиданное исключение, e, error. Здесь у нас фейло, а test.rele не сработал, ровно по той же причине у нас левый аргумент — это генератор. Мы видим, что сообщение об ошибке, в общем, ничем не отличается от того, что писали мы. Что-то не равно чему-то. Ну, в общем, а что еще надо? Ну, в дополнительном мы видим тут traceback, то есть строчку, где произошла ошибка. Вот такой вот модуль unit test. Да, я не акцентировал внимание. Вызвать unit test можно похожим на док-тест образом. Мы его импортируем, и в if name равно main просто вызываем функцию main. Функция main обойдет все тесты, которые у нас реализованы в модуле, точнее, найдет их все и запустит. Так, значит, чуть подробнее про main. Что значит найдет все тесты? Во-первых, как я уже сказал, все, что не наследуется от test case, ну, unit test не признает. Есть небольшой нюанс. Кроме test case есть test suite. Это набор. Набор тест кейсов, ну, как бы, его она тоже признает, а больше никого. То есть если вы просто сделаете класс, который называется test homework, не наследующийся от test case, ну, unit test его запустить не сможет. Значит, чтобы мы могли запустить несколько тестов в нашем модуле, нам нужно определить вот такую переменную, test suite, и перечислить, какие тест кейсы мы будем запускать. Ну, собственно, вопрос вам. То есть это выглядит как-то довольно досадно, что нам нужно ручками что-то перечислять, чтобы запустить. Что делать-то? Как вы думаете? Отличное предположение. Мета-классы. А как же descript? Ну, смотрите, на самом деле проблема даже так формулируется. Представьте, что у вас есть два файла с тестами. То есть, чтобы запустить их с помощью unit test, вам нужно импортировать их куда-то в один модуль с тестами и там вот сделать такой вот тест с руками. А потом вы дописали еще один файл с тестами, и вам тоже нужно его импортировать и туда добавить. Это и будет фасад для тестов. Вот мы их все сгруппировали. Это одна штука, которая целиком запускается. Парсер, который будет там делать фасад. Парсер у нас уже есть для питона. А, фасад чего? О, Господи. Парсер будет там делать… Ну, раз парсер, он делает фасад. Ну, в общем, на самом деле в питоне 3 unit test сам умеет все находить. Собственно, мы можем запустить unit test, ну, как скрипт с помощью аргумента M, передать ему, где искать. И он эту директорию обойдет, найдет там файлики, которые начинаются с тест-подчеркивания. В файликах найдет модули, которые… Ой, модули классы, которые наследуются от test-case или test-use. Ну, и все их запустят. То есть, ну, парсер не надо писать. Уже все есть. К тому же модули… Я не думаю, что он парсит. Зачем? Это же обычные модули. Можем импортировать, посмотреть, что есть. Мы уже обсуждали, как модули с файла загрузить. Ну, вот примерно так. Ну, вот. То есть, unit test, к счастью, умеет все искать самостоятельно. Во втором питоне такого счастья нету. Ну, а в третьем есть. Поэтому, в общем, нам с вами жить стало лучше. С переходом на 3. Так. Значит, далее. Мы обсудили, что чтобы поддержать все операторы, которые в питоне есть, нужно очень много функций. Но в данном случае у нас очень много методов. Понятное дело, что для каждого оператора метод. А то и несколько. Вот assert equals, not equals, true, false, is, is not и так далее. Я даже перечислил их не все. Их реально сильно больше. Потому что у вас есть assert greater, assert less. В общем, куча всего. Тем не менее, они там есть. И поэтому вы можете в своих тестах проверять такие утверждения. Что приятно. Не нужно ничего писать самого. Единственный метод, на который я хотел обратить внимание, это assert traces. Знакомы ли вам assert traces? Мы его писали в домашнем задании и писали им его неспроста, потому что это, черт возьми, полезно. То есть assert traces позволяет нам проверить, если мы используем в качестве контекстного менеджера, что какое-то выражение или несколько выражений, они поднимают нужное исключение. В unit test он тоже есть. Окей. Значит, я долго пытался придумать перевод этого слова, в итоге не придумал и поставил знак вопроса. Fixtures. Значит, объяснить, что это, проще, чем перевести на русский, как выяснилось. Что такое fixtures? Значит, у теста в пакете unit test могут быть два метода. Ну, собственно, как в JUnit. Называются они setup и teardown. Зачем они нужны? Нужны они, чтобы подготовить для тестов контекст. Ну, какой угодно контекст на самом деле. Вот этот setup вызовется перед каждым тестом, teardown после каждого теста. То есть в каком-то смысле это как будто менеджер контекста, но он из Java, из inline нам вот прям в класс. И вызываем в аниме. Что может быть полезно делать в setup teardown? Ну, например, можно сокет открыть там. Или какое-нибудь соединение с сервером, как мы здесь делаем. Или в какую-то директорию временную создать и потом удалить. Вот такого плана. Здесь мы представляем, что у нас есть какой-то оракул для RLE. То есть он нам говорит, правильно или неправильно. Вопросы? Сегодня есть цифры, пропускаем? Что пропускаем? Вот, которые на доске написаны. Не, вот про это мы поговорили, все нормально. Десятый я забыл, но это не важно. Так вот, оракул. В setup мы говорим, давайте сделаем соединение с оракулом перед тем, как запускать тест. Соответственно, в тесте мы уже можем использовать атрибут оракул, но вот он нам для строки S говорит какое там RLE. Ну, а в teardown мы должны соединение закрыть, чтобы у нас все было честно. Захватили ресурс, выполнили тест, отпустили ресурс. Вот такая схема. Понятно про контекст? Ну, если вы пользуетесь JUnit, наверняка вы видели, там обычно объявляют какие-то переменные, там, коллекции создают, все что угодно. Любое состояние, с которым ваши тесты работают, можно и нужно туда засунуть. Так, ну, опять же, на самом деле про JUnit особо не поговоришь. Ой, JUnit, я даже говорю JUnit. Unit test. Собственно, главная мысль про него, что, черт возьми, это JUnit с синтаксисом Python. Отличается он от него мало, ну, разве что дополнительными методами, специфичными для Python. Понятно, что в Java нет оператора is, поэтому нет смысла там писать assert is. Но тем не менее. Точнее, в Java это называется equals. Не equals, а равно равно. Да, мы поговорили, что там в Unit test есть, что там есть тест, test case, который, видеть, как бы единица тестирования, есть test suite, который группирует тесты. Поговорили, что там миллион методов assert, все что угодно, чтобы проверять утверждения. Ну, и на самом деле все. Значит, какие плюсы, на мой взгляд, у Unit test? Первый плюс такой же, как у doc test. Он уже есть. Вот вы поставили Python, можете писать тесты с помощью Unit test. Более того, если вы привыкли к JUnit с подобным фреймворком, то вам даже думать не надо, можете просто сходу писать. Там assert, все что угодно, вы это просто знаете. Второй плюс очевиден. Он выводит понятные сообщения об ошибках. Если у нас какое-то утверждение не сработало, мы увидим релевантное сообщение об ошибке, а не просто assertion error. За счет того, что как бы у нас все подтверждения специализированы, сообщения об ошибках могут быть довольно полезными. Например, если у нас два списка не равны, Unit test покажет вам, где они не равны. Прямо поэлементно сравнить. Это приятно. Потому что в итоге просто удобнее работать с тестами. Ну и третий плюс, релевантен только для третьего питона, но раз уж мы о нем говорим, Unit test умеет сам искать тесты. То есть нам не нужно явно перечислять, говорим, где они у нас лежат, в какой папке, дальше он сам все сделает. Минусы. Значит, первый и главный минус, Unit test выглядит как-то инородно. Я не знаю, может быть, вы еще не успели привыкнуть к underscore, который в питоне используется, но вот это вот выглядит как кусок Java для меня по модуле self. То есть это довольно досадно. Особенно учитывая, что… Ну, мы, конечно, можем все наши тесты тоже к ML-кейсам называть, но это будет как-то вообще неприятно. Тем не менее, стандартные методы все называются так. Set up, set equal, да-да-да. Так уж получилось. В Java по-другому не пишут. Второй момент, который лично меня напрягает, в том, что Unit test заставляет писать много кода. Но вот вместо того, чтобы написать list RLE S равно-равно, мы пишем self-asset equal или там self-greater than. То есть это, черт возьми, намного длиннее, чем один оператор. Ну и еще мы не можем использовать функции для тестирования теста. Это всегда класс. Опять же, на следе Java мы обязаны объявить класс и потом там писать методы. Ну и на этом на самом деле все. То есть для программиста на питоне Unit test выглядит довольно инородно. Но тем не менее, так как он унаследован на G-Unit, он сохраняет и продолжает этот интерфейс. И я не думаю, что он когда-нибудь изменится. Окей. Еще разок что? Непонятно. Ну, генератор непонятно, как написать такой. Ну, то есть где у вас граница. Можно, конечно, сказать, что Yield у нас разделяет границы тестов, но это, в общем, как-то слишком магично. Написать штуку, которая из функции нам сделать такой класс с одним методом можно, но вроде не очень осмысленно. Потому что классы нам должны группировать тесты для чего-то одного. Но есть у нас класс, вот у нас… Точнее, есть у нас класс, который мы тестируем. Вот у нас тест, тестовый класс, который его тестирует. И там все эти тесты сгруппированы. То есть как бы классы выступают в роли групп тестов. Поэтому тут как бы нет смысла один тест из функций заворачивать в класс. А есть ли это как-то просто хитро перегрузить операторы? Хитро перегрузить операторы. Можно сделать? Ну, в смысле, что у нас какой-то прокси-объект, который там знает, как себя сравнивать. Можно, но что-то я вот на вскидку даже не знаю. По-моему, никто так не делает. Я не видел, по крайней мере. Ну, то есть понятно, что так можно сделать, но непонятно, сколько это удобно. Окей, значит, последняя наша тема, предпоследняя, это PyTest. Кто слышал про PyTest? Окей. Мне просто интересно, пытались ли вы как бы погуглить, как бы нам лучше проверять домашние задания. Ну, на самом деле я подозревал, что нет. Значит, PyTest. У PyTest есть точка в названии, и там она неспроста. Значит, я тщетно пытался найти всю историю, но как бы я ее не нашел. Не знаю почему. Тем не менее, когда-то давно была такая библиотека с полезными какими-то классами, функциями для, ну, просто общего назначения. Как будто дополнение к стандартной библиотеке. И автор назвал ее Py. Конечно, выбор имени не самый лучший, но тем не менее. И PyTest был, собственно, частью этой библиотеки. Как я вижу ситуацию, возможно, сначала был PyTest, рядом с ним написали Py. Я не знаю, какая хронология, но библиотека Py и PyTest связаны. И до сих пор PyTest название эту точечку содержит. Можете поискать в библиотеку, сейчас называется PyLib. Ну, когда вы импортируетесь, вы пишите импорт Py. Так вот, PyTest. Значит, PyTest очень популярен. То есть PyTest много пользуется. Почему? Я думаю, что я смогу ответить на это одним слайдом, потому что тесты, которые PyTest может запускать, вот они вот так выглядят. То есть вы пишете assert, дальше пишете все, что вы обычно бы писали с assert, и все, это тест. Никаких дополнительных действий делать не надо. То есть, конечно, у PyTest есть свои внутренние функции, но вам их дергать, ну, очень редко нужно. Не нужно запоминать вообще ничего. Просто написали, что хотите проверить, дальше он сам все сделает. То есть вот это просто скопированный слайд из блока про assert. Значит, казалось бы, что такого, да? Мы и раньше могли запустить. Взяли там, вызвали test.re, test.re empty, все запустилось. Да, это должен был быть восторг. Но давайте запустим наш модуль. Давайте сначала обсудим, как. Вот мы пишем Python, потом mPyTest. Зачем писать Python mPyTest? Кто мне скажет? Чтобы нужную версию криптатора вызвать. Да, черт возьми. Потому что PyTest может работать с каким-то другим питоном, который у вас тоже есть. Вот чтобы быть уверенным, пишите Python mPyTest. А дальше пишите файл, в котором нужно тесты запустить. Ну вот этот файл... Пардон. Вот этот файл назывался у меня test PyTest. Не нужно забывать, что это круто. Сейчас мы узнаем, почему. Так вот, вот что выводится. То есть у нас тест упал. При этом мы видим не просто assertion error, как мы видели раньше. Мы видим какой-то осмысленный вывод. Здесь мы видим сам исходник теста. Вот он. Видим строчку, в которой произошло исключение assertion error. А дальше пишем, что не так. То есть вот у нас... Дальше это вывод самого PyTest. Он говорит, что у нас генератор не равен списку. И дальше даже поэлементам пытается их сравнить. Ну, конечно, генератор со списком странно, поэлементно сравнивает, но он пытается. Вот такая история. Это то самое место, где очень хорошо было приватывать assertion error. Почему? Ну, внутри PyTest, видимо... Как это работает? Ну, ее... Там все немного сложнее. Мне кажется... Я не буду объяснять как, но мы поговорим об этом чуть-чуть позже. Так вот, тем не менее, все, что мы написали, это обычный код на питоне. Никаких дополнительных функций, никаких классов, никаких assert equals greater than is in. Просто обычный код. По-моему, это прекрасно. И это все еще работает и выводит человекочитаемые сообщения об ошибках. Так, значит, немного про командный интерфейс. PyTest — довольно сложная штука. У него миллион разных опций и еще столько же плагинов, которые добавляют опции. Ну, вот совсем основы я здесь перечислил. Во-первых, PyTest, как и UnitTest, ну, точнее, UnitTest, как и PyTest, умеет искать тесты. То есть можно запустить его вообще без аргументов, и он попробует найти все тесты в текущей директории. Для этого он обойдет ее вглубь, найдет там файлики, которые называются test.py или что-нибудь, подчеркивание, test.py, и там будет искать что-то, что можно протестировать. То есть вот это уже довольно магично и довольно полезно. То, что мы уже видели, что с помощью PyTest можно также запустить тесты в одном файле. Ну, вот представьте, что у вас полно тестов, они там работают как-нибудь долго, хотите один файл. Ну, вот можно запустить один файл, просто передав его аргументом. Можно также запустить один тест. Представьте, что вам вы хотите вот ровно его запускать, потому что вы модифицируете эту функциональность. Для этого пишите как бы путь к этому, к этой функции через два двоеточия после имени файла. Кроме обычных функций, PyTest поддерживает тесты в виде классов. Можете сделать класс, который называется что-нибудь test, или унаследоваться от класса unit test test case. PyTest поймет, что это тест, и будет там запускать, ну, все, что найдет. Собственно, что он там может найти? Может найти метод, который называется test что-нибудь. Кроме того, PyTest может добавить к тому, что он уже нашел, док-тесты. То есть дополнительно просканировать файлы в директории или в списке файлов, которые им передали, на наличие док-тестов, и все их тоже запустить. И в итоге вывести вам один отчет, как у вас все работает. Вот такая история. То есть на самом деле в большинстве случаев вам вот про это все помнить не нужно. Достаточно запустить PyTest в директории, где у вас тест, и он, в общем, сделает все сам правильно и все вам напишет. По ссылочке можно узнать в деталях, как именно он там что обходит и как это все модифицировать. Так, значит, я дальше расскажу немного фич PyTest, не все далеко, но какие-то, которые мне нравятся. Значит, первая фича называется интроспекция. Что это значит? Это, собственно, что я имею под этим в виду? Имею в виду вот что. Мы пишем обычный невинный код, который использует assert. Как, черт возьми, появляются вот это все? Какие-то сообщения, когда у нас assertion error. Вот, да, вот это, собственно, весь исходник теста. Здесь был assert 42 в каком-то range. Очевидно, это неправильно. Сработала assertion error, но каким-то образом в момент падения появился весь этот вывод. Ну, аналогично с другим тестом. Не знаю, почему-то написано из instance, но еще и неправильно. Должно было быть написано in interval. Мораль в том, что мы какую-то переменную exp проверяем на вхождение в интервал от 10 до 15. И в итоге, мало того, что мы видим, где произошла ошибка, мы еще видим подставленное значение x. То есть вот эта вот штука, она нам полностью объясняет, что пошло не так. То есть нам не нужно больше ничего читать. Как это работает, как вы думаете? То есть выглядит как магия. Я когда первый раз это увидел, я не мог поверить, что вообще… Как это так? Все знания у вас есть, чтобы это объяснить для себя сейчас. Как это могло бы работать? То есть, ну… строку мы выберем, потом поставляем. Строку поставляем. Это очень хрупко. То есть на строка тут не подходит. И в какой… Ну, будет что-то, что он имеет. Тут как бы… Он же не строки сравнивает, он прямо серты выполняет. Не, не, я имею в виду там, где… Вот здесь. А мы это уже видели. Вот здесь. Ну, написали то, что было. Вот для генератора нету никакого строкового представления. Ну, да как это работает? Как вы думаете? То есть… Он просто парсит ваш код на питоне в абстрактное синтаксическое дерево, ищет в нем все серты. Как только он серт нашел, он засовывает туда нужный код, который вот, собственно, вот это все чудо печатает. Спечатает, что пошло не так, диагностику, кусок кода, где он был вызван. Делается это за счет того, что он, ну, просто переписывает AST. Но как он это делает? Как он может переписывать AST? Вы ему вызвали пайтест и передали ему файл, ну, модуль на питоне. В какой момент он может встроиться? Как вы думаете? Да. Да, действительно, пайтест использует протокол импортеров, который мы с вами обсуждали. Ровно туда встраивается и в момент, ну, собственно, пишет штуку, которая умеет загружать модули. Точнее, в общем, да, вместо стандартного импортера он засовывает себя и после импорта модуля он, собственно, переписывает все асерты на какие-то свои внутренние штуки и печатает такой прекрасный текст. Я тут, перед тем, как готовился к лекции, почитал исходный код этого чуда. В общем, я не знаю, как они это поддерживают. Это выглядит все очень сложно, но то, что это работает, ну, это удивительно и прекрасно одновременно. Вот так. То есть интроспекция. Все, что вы напишите после асерт, пайтест попробует понять, что вы хотите сделать и выведет понятное, осмысленное сообщение об ошибке. Так же, как здесь мы видим подстановку переменных, а на предыдущем слайде мы видели, что он пытается поэлементно сравнивать коллекции. Следующий момент. В пайтесте есть свой аналог. Ассерт raises. Называется он просто raises. Можете импортировать модуль пайтест, и у него будет менеджер контекста raises. Работает он точно так же, как ассерт raises, который вы писали, и ассерт raises в unit test. Разница одна, что дополнение к тому, что эта проверка срабатывает, он пишет, опять же, релевантный кусок теста, где произошло исключение, но дальше говорит did not raise. То есть мы вот ждали и не произошло. Да, к чему этот пример, кстати? Те, кто собираются делать работу над ошибками, вам может быть полезно потестировать undo dict, потому что у многих были проблемы. Но вот протестировать можно так, например, что у вас все релевантные методы должны понимать key arrow. То есть когда вы там удаляете ключ, должно быть, несуществующий ключ, должно быть key arrow. Когда обращаетесь, но в данном случае мы обращаемся, тоже должно быть key arrow. Пайтест raises вам в этом поможет. Следующий момент. Параметрические тесты. Значит, что это вообще такое, черт возьми? Параметрические тесты позволяют писать единообразный тест, который работает с… Точнее, нет, позволяют писать тесты, которые работают с разными данными. Я здесь написал функцию cut suffix, которую вы уже видели. Напомню, она принимает строку s, суффикс, и возвращает строку без суффикса. Это намеренно неверная реализация, чтобы тест сработал, иначе мы бы не увидели ничего интересного. Значит, что мы пишем дальше? Дальше мы пишем test cut suffix. Пишем мы его как функцию. Функция принимает три аргумента. Собственно, s, суффикс — это вход для cut suffix, а дальше принимает expected — ожидаемый результат. После этого тело теста тривиально. Мы просто проверяем, что cut suffix, запущенное на s и suffix, равняется ожидаемому результату. Тут ничего такого. Откуда возьмутся значения этих аргументов? Возьмутся они вот откуда. Мы вызываем декоратор pytest mark parametrize, то есть мы параметризуем наш тест. Дальше мы указываем, какие у нас есть аргументы. Мы говорим s, suffix и expected. Это нужно, чтобы pytest мог вывести осмысленное сообщение об ошибке. Что, мол, s равняется тому-то, suffix равняется тому-то, expected тому-то не работает. А далее следуют просто кортежи из аргументов. То есть мы пишем, с какими аргументами нужно наш тест вызывать. Ну вот, например, fu bar отрезать bar от fu bar — это fu, отрезать bu от fu bar — это fu bar без изменений, ну и так далее. Можете просто перечислить сколько угодно таких тестовых сценариях. При этом тело теста не меняется. То есть вам не нужно, ну то есть если вы когда-нибудь писали похожие тесты, наверняка вот делали скопировать, вставить равно-равно другому, скопировать, вставить равно-равно другому. Вот это такой менее, в общем, менее навязчивый способ писать похожие тесты. Так вот, что дальше делает pytest? Смотрим на самый верх. Мы фактически запустили три теста. То есть каждый набор аргументов соответствует отдельному тесту. И про каждый набор аргументов мы получим отдельное сообщение. Мы видим, что два теста прошли, один упал. Тест, который упал, у нас показан ниже. Собственно, что это за тест? Вот мы передали ему fu bar, fu, fu bar, и увидели, что он нам вернул не то. Мы ожидали fu bar, а он вернул fu bar. Опять же, мы здесь видим div, то есть где именно произошло отличие. Вот, видите, r не хватает. Он сравнил строчки и показал нам сразу, в чем разница. Значит, понятно, зачем параметризовать? Если понятно, вопрос. Вот все-таки чем это лучше, чем три скопированных вызова assert cut suffix? Представьте, что мы подставили вот эти штуки сюда, три разные писали cut suffix. Ну, не так уж и много тут копировать, в конце концов. То есть в строчках кода будет то же самое. Отсюда три строчки пропадут, здесь появятся. В чем принципиальная разница? Да, это верное замечание. Если мы там cut suffix переименуем в cut suffix, не знаю, что-нибудь еще, то нам придется переименовать три строчки, не одну, а еще. Автоматически мы можем, но в данном случае мы фиксируем набор. То есть это не тот сценарий. Вот эту штуку можно разделять, так это обычный список, да. При условии, что у нас как бы сигнатура одна и та же. Два аргумента и результат. Можно автоматически, но вот сейчас мы этот случай не рассматриваем. Читаемость. Читаемость действительно повышается, потому что мы видим, что по факту мы тестируем как бы одно свойство про наш код на разных входных данных. Но на самом деле я акцентировал на это внимание, но почему-то вы не обратили свое внимание на это. Значит, мы запускаем три теста. То есть если мы написали true assert, это был бы один тест. И если бы где-то какой-то из ассертов упал, про все остальные мы бы ничего не знали. В данном случае мы получим отдельное сообщение об ошибке для каждого набора аргументов. То есть основная фишка ровно в этом. То есть вам не нужно писать много функций, которые содержат один assert. Вот вы написали одну функцию, просто она с разными данными работает. Значит, следующий момент. Опять же, fixture, который я не знаю, как переводится по-русски, оно, понятное дело, есть и в PyTest. То есть вы можете объявить некоторые аналоги setup и touchdown, которые будут вызываться для каждого теста. В данном случае для каждой функции теста. Ну, в общем, не в этом фишка, потому что, ну, на самом деле для разных тестов может быть разный контекст. То есть если вы тестируете много всякого, то совсем не факт, что у этого всякого есть общий знаменатель, который можно сделать в setup и touchdown для теста. Собственно, какой ответ PyTest на это все? в PyTest есть так называемые, ну, я не стал писать, называется это, когда-то называлось функциональные аргументы в фонгаркс. Почему так? Потому что, когда вы объявляете тест, вы можете указать у него аргумент. Ну, просто какой-то. С фиксированным именем. И вместо этого аргумента будет автоматически подставлено некоторое значение. То есть это как будто бы мы в setup инициализировали переменную Oracle, в touchdown как-то ее деинциализировали, а потом в тесте ее использовали. В данном случае вот это все происходит без нас, автоматически это делает PyTest. Как он это делает? Как только мы написали в аргументе вот это магическое имя переменной Oracle, он ищет вот такую штуку. Он ищет функцию, которая помечена декоратором yieldFixure вот с названием, соответствующим названием аргумента. Что такое yieldFixure? Структурно это очень напоминает менеджер контекста, потому что ровно это Fixture и делает, подготавливает контекст для теста. Все, что до yield выполняется перед тем, как запустить тест, вот это вот то, что приходит в тест, ну а дальше финализация после того, как тест как-то завершился. Вот такая история. Понятно ли, что происходит? То есть вместо того, чтобы писать общие setup и todown, мы пишем такие куски функциональности, которые можно переиспользовать, которые могут быть полезны более, чем в одном тесте. Соответственно, потом мы их перечисляем в аргументах. Сейчас будет пример. Еще один. Примеры, в общем, из домашнего задания. Ну, например, у нас была функция ooc.eval. Что делала ooc.eval? Ну, как-то интерпретировала программу на ooc. Какая у нее была проблема? Проблема в том, что она печатала все. Ну, то есть она выводила прям в стандартный поток вывода, stood out. Тестировать такое довольно сложно, поэтому нам стандартный поток ввода... Да, вот. Сейчас, да. Мы хотим перехватить стандартный поток вывода и стандартный поток ввода тоже, потому что некоторые программы на ooc, они хотят еще читать ход. Как мы это делаем? Мы указываем два магических аргумента. Собственно, один это capsys. Это такой контекст... Давайте я буду говорить менеджер контекста. Все-таки это очень похоже. Такой менеджер контекста, который перехватывает stdout и stdm. То есть все, что вы туда пишете, вы получаете внутри теста автоматически. Вторая штука называется monkey patch. Кто знает, что такое monkey patch? Что? Ну, какие версии? Это moq, а monkey patch другое. Значит, monkey patch позволяет нам что-нибудь подхачить. Что это значит? Смотрите, как нам сделать, чтобы человек, который использует stdin, использовал что-то, что мы можем протестировать? Мы делаем вот такой вот string.io, куда передаем содержимое. Там один знак восклицания. После этого нам нужно, чтобы sys stdin указывал на вот эту нашу заглушку handle. Мы вызываем monkey patch, говорим, что в модуле sys нужно вот эту штуку заменить на handle. Зачем, казалось бы, для этого отдельный менеджер контекста? Ну, за тем, что после того, как тест закончил, мы бы хотели обратить все это дело. Только на момент выполнения теста мы подменим sys stdin на вот наш handle. После этого мы можем вызвать ooc.eval, который будет читать из handle, а не из фактического потока ввода. Понятно? Или нет? Непонятно. Так, давайте тогда вот как. Что у нас делает ooc.eval? Где-то у себя внутри ooc.eval делает sys stdin Вот такой вызов там есть. Когда мы запускаем тесты, понятно, что мы ничего не хотим вводить в клавиатуру явно, чтобы это попало в sys stdin. Поэтому мы хотели бы, чтобы вот этот объект sys stdin вместо него было что-то, чем мы можем управлять. И мы подменяем вот другим файловым объектом ну, собственно, string.io. Вот это понятно? Этот момент. Соответственно, в string.io мы говорим, что там один символ. Из него можно прочитать один символ, знак восклицания. Поэтому, когда ooc.eval сделает вот эту штуку один раз, она получит ответ знак восклицания. Собственно, monkey patch гарантирует нам, что, во-первых, что это произойдет, что атрибут stdin и modlessys будет указывать на handle, а не на то, что у него было изначально. Второе, что нам гарантирует monkey patch, что после того, как тест закончится, мы все изменения откатим. Ну, то есть stdin вернется на оригинальное значение, чтобы не повлиять вообще на другой код. Вот такой вот обратимый хак, в общем. Стало понятнее? Опять же, для тестирования это полезно, потому что, ну, не всегда мы хотим там сокет открывать, еще что-то, поэтому мы подменяем на такой фейковый объект, в нашем случае это handle, ну, и что-то, что-то с ним делаем. Дальше, как мы используем cap sys? Используем вот как. Где-то дальше функции local.val у нас есть вызов print. Что делает print? Она берет стандартный поток вывода и что-то туда пишет. Ну, потому что по умолчанию здесь файл равно sys.std.out. Мы бы хотели это перехватить, но вот cap sys позволяет нам после того, как мы что-то выполнили, прочитать все, что есть из sys.std.out и из sys.std. Просто выведет? Не-не-не, мы просто перехватываем явно. То есть, ну, трюк примерно вот такой же на самом деле, только он уже за нас. Что именно? А зачем? То есть, вот эта семантика, она неявна есть за счет того, как работают эти аргументы. Когда, ну, то, что в answer, оно выполняется до вызова теста. Результат answer передается нам вот сюда. Это как бы то, что после with мы пишем as что-нибудь. После того, как тест выполнился, выполняется финализатор. Ну, то есть, оно вот так и есть. Ну, вот, соответственно, мы можем получить все, что было выведено в sys.std.out и в sys.std.r, ну, и дальше посравнивать. В данном случае мы ожидаем, что программа no.org просто выведет нам то, что она прочитала. Вот она выводит. Это два таких встроенных контекста, которые в PyTest уже есть. Чуть более простой пример это tempdir, tempidir. Вы указываете tempidir, и на момент выполнения теста у вас есть временная директория. Как только тест выполнится, ну, вообще можете делать все, что хотите там. Как только тест выполнится, все содержимое директории и сама директория будут удалены. Такой вот тоже полезный пример контекста. Ну, здесь пример для функции reader, которая должна была как-то осмысленно открывать на чтение файлы с разными расширениями. gz, bz и так далее. Ну, вот мы бы хотели эти файлы прям явно создавать. Взяли, создали файлы к example.gz и передали сюда. Потом его за нас удалят. Нам не нужно думать, что он останется после прохождения теста. То есть, еще раз повторю, основная идея вот этих контекстов в том, что мы некоторый кусок функциональности, который можно переиспользовать, вынесли в отдельное место. И нам не нужно его там копировать, вставлять и еще что-то. Не нужно думать о том, что ресурсы нужно финализировать. Все это нам гарантирует PyTest, что ресурс будет... Она возвращает пару. Первый аргумент это все, что мы прочитали из stdout, а второй все, что мы прочитали из stdr. Да, ровно до этого. Ну, потому что, когда мы пишем здесь капсис, мы еще перехватываем stdout и stdr. Станет... Между хэндлом и капсисом нет связи, потому что хэндл нужен для stdin, а капсис, другие два потока тоже маскирует. Окей. Значит, резюме про PyTest. PyTest очень большой и очень сложный. Да? Почему эти... Как аргументы капсис в нашем аргументе до конца? Вот здесь. Почему это в виде аргумента функции? Ну, потому что... А куда еще их? То есть можно их как-то через декоратор передавать, и на самом деле иногда можно. То есть есть еще такой синтаксис. Но мне кажется, в качестве аргумента функции это довольно естественно. Потому что в функции у вас ничего больше нет, куда может что-то прийти. Ну, PyTest просто берет имена аргументов. То есть это можно сделать. Смотрит на имена аргументов, говорит, ага, я знаю для такого аргумента магическое значение, которое надо подставить. Ну, то есть если вы напишете что-то, что он не знает, будет прям ошибка. То есть я посмотрел, такого ничего не знаю. Все будет нормально. Ну, как нормально? В том смысле, что у вас сначала будет захвачена вот эта штука, как контекст, потом вот это. Так вот, PyTest прекрасен и могуч. Я рекомендую вам его попробовать. В домашнем задании будет мотиватор сделать это. Чем PyTest лучше, чем все, что мы обсудили? Ну, во-первых, тесты, не нужно запоминать никакой интерфейс. То есть у PyTest фактически нет интерфейса. Тесты, которые вы пишете, это просто функции на Python, или классы, в которых встречается assert. Вывод PyTest, на мой взгляд, приятнее, чем вывод unit test. Хотя в последнее время они все больше сходятся. Далее. Параметрические тесты прекрасны, потому что вам не нужно копировать код, а атомарность вычисления тестов на разных примерах в общем полезна. В том смысле, что для разных входов мы увидим отдельные сообщения об ошибке. Ну и последнее, что я хотел пощеркнуть, это контексты. На мой взгляд, это удобнее, чем явно писать в setup и todown какой-то код. Вы просто пишите, что вам надо, декларируете в сигнатуре функции, ну и дальше все происходит само. Значит, минусы. Значит, первый минус PyTest очевиден. Слишком много магии. То есть, чёрт возьми, переписывание IST в момент импорта модуля, это в общем звучит ужасно, но работает. Ну и вот все остальное. Вот эта обстаматическая подстановка контекста тоже. Ну и чем больше вы будете узнавать про PyTest, если вы будете им пользоваться, тем больше тут будет магия через тире. Вот у меня пока три. Второе, в общем, если вы привыкли к тому, как пишутся тесты с помощью JUnit использовать как бы идиоматичный способ написания тестов с помощью PyTest, может быть сложно, но потом, не знаю, то есть это просто немного по-другому. Вам не нужно вызывать никакие специальные функции, никакие классы объявлять, ну, то есть, это просто по-другому выглядит. Хотя, если вы напишите JUnit like test, то PyTest его тоже запустят, как мы обсудили. Да, в завершение хотел сказать, что у PyTest миллион плагинов, есть и полезные, например, плагин, который PEP8 поприверяет, плагин, который посмотрит, как у вас хорошо покрыт ваш код, то есть, какие строчек, сколько процентов, даже так, сколько строчек кода вы не проверили. Тоже полезно, но как бы я их сегодня не озвучиваю. Значит, последнее, про то, что мы, последнее, про что мы поговорим, это hypothesis. И для начала поговорим про мотивацию. То есть, не что это такое, а зачем. Значит, все, что мы до этого момента рассматривали, это тесты, которые проверяют какие-то очень простые свойства про код. То есть, например, возвращаемое значение равняется тому, что мы ожидаем. Или возвращаемое значение находится в таком-то интервале. Или там, объект, который мы получили в ответ, он такого-то типа. Это очень простые утверждения. Можно про код иногда формулировать утверждение сложнее. Но вот рабочий пример у нас тут немного другой. Это функция sorted. Что мы знаем про функцию sorted? Она принимает и terrible, на самом деле, не обязательно список. Я не писал, что она принимает. А возвращает она список, отсортированный по неубыванию. Вот это мы знаем. Просто так функция sorted заявлена в документации. Какое свойство можно сформулировать? Но свойства в данном случае тоже не очень сложные. Если мы посмотрим на все пары последовательных элементов в отсортированном массиве, ну, они все меньше или равно другого. То есть, массив фактически отсортирован. Какой бы на вход массив функции sorted мы не дали, всегда это свойство должно выполняться, если функция sorted корректна. Как можно проверить такое свойство? Как вы думаете? То есть, у нас сейчас задача, вот у нас есть sorted, мы хотим гарантировать, что для любого списка она вот этому свойству удовлетворяется. У нас довольно сильное утверждение. Для любого. Проверить, что у нас есть? А в каком вы можете проверить? То есть, понятно, что мы можем попытаться это доказать, да? Вот там как. А еще как? Мы бы хотели написать какой-то код, который проверит это утверждение. Я вам проверял. Что еще? Я вам проверяю. А как? Ну, вот можете просто пояснить. Что нам для этого нужно? Unit-тесты. Unit-тесты. Ну, они, конечно, нам потребуются. Ну, смотрите, нам нужны массивы. То есть, тут написано для любого списка. То есть, нам нужны все списки. И все списки нужно перебрать, запустить там sorted и проверить это свойство. Понятное дело, что это как-то очень долго все списки перешлять. Поэтому мы пойдем чуть более простым путем. Будем рассматривать случайные списки. Для этого напишем функцию random array. У нее нет никаких аргументов просто для простоты. Что она делает? Она генерирует случайное число. Это размер массива. Ну, он до 1024. Такой у нас массив. Далее, собственно, для генерируя случайно каждый элемент из интервала минус 42-42. Почему минус 42-42? Ну, в общем, почему бы и нет? Можно любой интервал выбрать. То есть, random array вернет нам случайный список. Теперь можем написать собственно свойства функции testSort. Мы генерием случайный список, сортируем его и проверяем, что для всех пар из результата выполняется хит меньше равно хжит при условии, что и равно, точнее, g равно и плюс 1. Вот такая история. Понятно, что произошло. То есть, мы, конечно, не можем перебрать все массивы, но мы можем перебрать некоторое количество случайных массивов и на всех попроверять. Если sorted сломано, то, ну, с некоторой вероятностью мы этот пример найдем. Может быть, не найдем. Все-таки тест у нас случайный, он не факт, что падает всегда. Но у нас есть вероятность найти контрпример. Значит, такой подход работает. То есть, вы, в принципе, можете писать такие тесты, но у него есть проблема. Первая проблема, что нам пришлось random array писать ручками. Вот представьте, что мы теперь хотим не массив чисел, а массив строк. Черт возьми, нужно либо random array как-то параметризовать, либо написать новую функцию, там, random string array. В общем, это довольно грустно. А если нам еще нужны словари или множество или там еще что-нибудь, то нужно всегда писать такую функцию. То есть проблема как с функцией assert equal, что как-то много кода надо писать. Это всегда грустно. Вторая проблема заключается в том, что если sorted не работает, мы получим какой-то контрпример. То есть, какой-то случайный. Вытащили мы там массив длины 1024, бац, на нем сломалось. И мы потом долго будем на него смотреть, там, какой из 1224 элементов оказался не на месте. Это неприятно. Для практики понятное дело, что мы хотим минимальный контрпример, на котором наши функции не работают. Если он минимальный, на него просто смотреть, с ним просто работать. Вот так. Собственно, теперь hypothesis. Значит, hypothesis как раз и реализует некоторое количество функций, которые позволяют нам формулировать и с некоторой вероятностью проверять гипотезы. Ну, поэтому он называется hypothesis. Как это выглядит? Давайте перепишем, значит, наш предыдущий тест с помощью hypothesis. Мы импортируем модуль strategies. Он определяет, как генерировать всякое. Как генерировать числа, числа с плавающей точкой, там, списки, все что угодно. И из самого hypothesis мы импортируем декоратор. Любители декораторов должны порадоваться. Given. Что делает Given? Given принимает спецификацию того, что нужно генерировать. То есть Given принимает столько же аргументов, сколько принимает сам тест. В данном случае мы говорим, что у нас один аргумент, вот он, xs, и для него нужно генерировать случайные списки с числами. Все. Мы объявили, что будет, что гипотез будет генерировать для нас. После этого тест, в общем-то, такой же. Для каждого списка, который нам дали, мы его сортируем, ну, и проверяем, что у нас сортировано. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы напишем и sorted. То есть мы напишем такой sorted, который сортирует все, кроме списка в длине 8. Почему бы и нет? Ваши прогнозы, что произойдет? То есть вот здесь вот, опять же, мы описали свойство, оно универсальное, оно для корректной функции sorted, оно работает всегда. Вход будет генерироваться случайно, вот мы сказали, что у нас тут какие-то списки, причем мы не фиксировали длину, не фиксировали ничего. Hypost будет перебирать какие-то списки с числами. Как вы думаете? Найдет, не найдет? Нет, конечно. Не обязательно. Не обязательно. Ну, мораль в том, что найдет. Но вопрос, что он найдет. То есть, опять же, он мог бы вывести нам здоровый контрпринем, сказать, вот тот товарищ с ней не работает. Точнее, нет, в данном случае не мог, потому что мы падаем на 8. но тем не менее, вот это вот работает практически моментально. То есть, он сразу же находится, что на списке длины 8, что-то не так. По-моему, это, черт возьми, магически и приятно одновременно. Там есть значения по умолчанию для размеров в списках какие-то, но я, честно говоря, никогда на них не смотрел, потому что никогда не приходилось. Обычно имеет смысл снизу ограничить, типа, список не пустой, а сверху ни разу не приходилось. Ну, очевидно, что 8 он перебирает, раз уж он нашел проблему. Ну, точно перебирает там до какого-то значения. Он перебирает, в общем, я, честно говоря, никогда не читал код, который перебирает, но подозреваю, что он перебирает, типа, несколько небольших значений, а потом сколько-то случайных. Имеет смысл проверить пустой список, один элемент, и список сколько-то маленьких, но потом случайных. Я не знаю, входит ли 8 вот в этот интервал, но, тем не менее, 8 он находит. Сначала у меня был пример 16, но 16 слишком длинный на слайде, но вот 16 тоже находит. Вот так. При этом, обратите внимание, тесты запущены пайтестом, пайтест просто берет и работает с хайпас, ну, ничего делать дополнительно не надо. Ну, и выводит нам контрпримеры, как мы и хотели бы. Так, понятно ли, что мы сделали? Еще раз, вот немного другой подход к тестированию. Мы выражаем свойства про наш код. То есть мы говорим, что вот для такого-то входа должно выполняться вот такое-то свойство. Что можно генерировать? Такой обзорный слайд. Ну, понятно, что генерировать можно все, что захотелось бы сгенерировать. То есть, понятно, все примитивные типы покрыты, можем чисто с плавающей точкой, целые, там, булевые значения, можем нан генерировать. Just такой неинтересный генератор, он всегда порождает что-то одно. Передали x, он нам x, x, x и порождает. Можно генерировать текст, байты, все коллекции, которые есть в питоне, при этом коллекции, все параметризованные другими генераторами. То есть, например, для словарей можем сказать, какой тип ключей, какой тип значений будем получать такие словари. Вот так. Значит, на самом деле, это нам не очень важно. Важно понять, что, ну, все можно сгенерировать. Понятное дело, что можно писать свои генераторы, но мы сегодня это не покроем, потому что, ну, просто у нас времени не хватит. Так, давайте вернемся теперь к функции RLE. Значит, функция RLE есть одно приятное свойство. То есть, функция RLE, ее хорошо тестировать с помощью HighPathet, потому что у нее есть очевидный вариант. Если мы напишем операцию обратную к RLE, то применение обеих операций возвращает нам то, что нам дали. Ну, вот давайте пробуем это выразить. Для этого сначала генерируем то, почему будем тестировать. То есть, по условию задания, если вы помните, RLE должно было работать с любым iterable. Но вот мы хотим сколько-то iterable. Ну, пожалуйста, немного кортежей, немного списков. Строчки, причем от строчек мы берем итератор. То есть, это такая последовательность итераторов от строчек. Ну, делается с помощью метода map. Дальше мы говорим, вот у нас тест для RLE. Мы ему даем какой-то iterable. Один. Что для любого iterable должно выполняться? У нас есть свойство encode-decode. Ну, вот эта штука, это фактическая операция обратная к RLE. Мы идем по парам item-count и размножаем item count раз. Получаем последовательность, ну, которая соответствует данной. Дальше само свойство. Мы бы хотели, чтобы нам вернули что-то такое же, как it. Ну, соответственно, encode-decode должен вернуть expected. Такое простое свойство. Encode и decode взаимно обратно. У меня нет вывода, как это работает, но, в общем, это работает. И, ну, я думаю, что сама формулировка свойства не вызывает у вас вопросов. Да, не любой код можно протестировать таким образом. Некоторые функции, как, например, cut suffix сложно протестировать таким образом, потому что, ну, для этого вам фактически нужно cut suffix засунуть в свойства, что реализация, которую вам дали, она, в общем, делает то, что вы бы сами написали, если писали cut suffix. Ну, вот, RLE такая приятная функция. Ну, и на самом деле, если вы пишете какую-нибудь библиотеку для сериализации, там, не знаю, JSON вы какой-нибудь парсите или XML, и у вас есть и штука, которая печатает, и штука, которая парсит, то это тоже такой приятный способ все проверить. Перебрать все возможные, ну, не все возможные, какое-то количество структур, которые вы парсите, сначала их сериализовать, потом распарсить и убедиться, что все нормально. Окей, значит, резюме про Hypasses. Собственно, Hypasses делает, что нам обещает, он позволяет нам формулировать и проверять некоторые свойства или гипотезы про наш код. Собственно, мы просмотрели только несколько примеров. У Hypasses прекрасная документация. Рекомендую вам туда обратиться, и, собственно, мы обратим вас в домашнем задании, если вы не захотите сделать это самостоятельно. По-моему, хорошая идея, и на практике она очень полезна. Да. Ну, просто какие-то гарантии все-таки даются на тем, кто у них какие значения выбираются? Что можно рассчитывать? Смотрите, мы на самом деле можем управлять процессом того, что он порождает. То есть я показал только основные генераторы. На самом деле можно их сузить. Понятно, что они все там параметризованы. Например, можно генерить числа из конкретного отрезка. Можно генерить коллекции списков, которые там чему-то удовлетворяют. То есть, сейчас, кроме метода map, есть метод filter, который отбрасывает значения, которые вам не нужны. Но на самом деле есть еще способы сказать, что значение плохое, но вот это такие основные. То есть мы можем очень четко сформулировать, что мы хотим. Вот. Мне кажется, это правильно на самом деле. Потому что вы можете так сид подобрать, что контрпримеры просто не генерируются случайно. Тут даже гарантия… Что-то? Ну, потому что дорого генерировать, да, каждый раз. Вообще, HiPass есть такой пример очень хорошо спроектированного пакета. То есть я вам рекомендую все-таки почитать. Я восхищаюсь тем, как это сделано. Еще вопросы про него, может? Ну, как-то так. Если вы ходили на курс по Haskell, то вы, возможно, узнаете в этом QuickChuck. Я уж не знаю, был он там или нет, но, в общем, это HiPass не первый и не последний пакет, который реализует эту идею. В разных языках он тоже встречается. Но до этого в основном функциональных. Собственно, в Haskell есть QuickChuck, в Erlang есть Proper, ну, и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует...